Компания Парбла стала активно засылать свои планшеты всем ютуберам. Ну, собственно и до меня отошла очередь. Я сейчас попытаюсь рассказать вам что-нибудь полезное, а вы пока наливайте чаёк и доставайте печеньки. Кстати, вы можете зайти на наш дискорд сервер и посоветоваться в выборе планшета во вкладке осу комьюнити. А также быть в курсе о новых стримах на этом канале. Сегодня у нас на обзоре карликовый планшет Парбла Н4. Нет, ну серьёзно, посмотрите размер моей руки и этой коробки. Коробка, кстати, приятная, но ощупи ей действительно небольших размеров. Также на коробке написаны самые дефолтные надписи о том, что у пиранья от батарейки, что его можно использовать любой рукой. Хоть левый, хоть правый. Зачем я вообще это говорю, это же не видеообзор коробки, это обзор планшета. Открываем коробку, а внутри нас ждёт чёрный поролон. Ну всё, видео не будет, планшет не положили. Как оказалось, позже планшет лежал под поролоном. Также помимо планшета, кто бы мог подумать, ещё лежат какие-то другие комплектующие. Много бумаги в виде гайдов, чё, я не разберусь что ли? Кольцо для смены наконечников и сами наконечники в количестве одной щепотки. Переходники на Type-C и микро-USB провод один метр и перо. Сам планшет размером с горошинку, имеет приятную поверхность, съёмный провод, переключатель режима устройства, чтобы это не значило, и петелька для пера. Считай, если будешь этим пользоваться, то не нужно быть постоянно перойской. Перо достаточно лёгкое, совсем чуть-чуть тяжелее, чем у XP-Pen G640, но всё ещё намного легче, чем у Gaomon S620. Наконечники это мем какой-то. Во-первых, он съёмный буквально, но при игре выпадать самостоятельно не будет. Конечно не будет, потому что вы его не купите. Во-вторых, либо пластик другой, либо метод изготовления, но наконечники не гладкие, а шершавые. Ощущение, будто это гранит, а не пластик, но по планшету катается вроде неплохо. Ну, с этого момента всё хорошее заканчивается и начинаются неприятные неприятности. Устанавливаем драйвер, получаем привет. Ну и на этом до свидания. Перезагружаем ПК. До свидания. Скачиваем дефолт драйвер, устанавливаем. Снова привет. Ого, оно работает. Удаляем дефолт драйвер, перезагружаемся, ставим игровой драйвер, запускаем. Привет. И оно работает. В драйвер, кстати, зайти ты не сможешь, пока не будет подключен их фирменный планшет. Ладно, хоть оно установилось, но это ещё полбеды. В этом планшете какое-то лютое сглаживание, из-за которого задержка в воду увеличивается до невозможного. Играть со сглаживанием просто нереально. Выключить его можно только в драйвере, именно поэтому я и плясал с бубном, чтобы его установить. Знаете, как называется функция отключения сглаживания? Игровой режим. Но и это ещё не всё. При выключении сглаживания, знаете, что происходит? Вот это. У меня просто ни слов. С одного стула на другой. Я даже проверять на низкой области планшет не хочу уже. Вы, наверное, скажете, слушай, да чё ты пристал к драйверу, я же всё равно буду OpenTabletDriver юзать, чё ты? А ничего, таблет драйвер успешно детектит планшет и даже так называемая герцовка. Более чем ничего себе. Только вот сглаживание вы никак не отключите. На других планшетах компании можно было одновременно запустить оба драйвера, отключить смузинг и играть. Или можно отключить смузинг и удалить драйвер и сглаживание не будет. Тут ты не сможешь ничего. Тебе придётся смириться либо с тем, что у тебя будет высокий input lag вместе со сглаживанием, либо тебе придётся настроить гп через официальное приложение и тебе придётся смириться с дрожащим курсором. Я всё ещё не исключаю, что мне попался брак, но всё же. Возможно, они просто обделались с партией планшетов и решили тупо прикрыть всё сглаживанием. Я всё, я не хочу больше ничего говорить, просто у меня такое впервые. Ну, чтобы прям нельзя было пользоваться планшетом для игры, это прям, ну, я не знаю, постараться нужно. Я, я всё, короче, вот вам табличка, я помолчу лучше, блин, нафиг. Ну, вот такое видео получилось, маленькое. Ну, какой планшет, такое и видео. Спасибо, что досмотрели видео до этого момента. Желаю всем хорошего настроения и правильных покупок. Блин, а ты прикинь, сейчас я подумал, его же для ОСУ не используешь, норм, да? Тут ещё и пирожек без кнопок. Как им рисовать-то вообще? Сам планшет размером с горошинку имеет приятность... Приятность. 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 Приятность.